Доброе утро, дорогие друзья! Возможно, оно у вас и не доброе, а возможно и не утро, но речь не об этом. Мы сегодня с вами поговорим о ещё одной паре мониторов. Наша чудесная рубрика под названием «Кратко О!» продолжается. И сегодня у нас в гостях мониторы под названием D-Max Audio 81, или как в народе их называют, 81-й. Многие из вас мне писали в соцсети и говорили, чувак, ну когда же будет обзор 81-х? Вот он. Назвать это шикарным полноценным обзором трудно, потому что мы не будем ставить микрофон и записывать звук мониторов, потому что я считаю это бредом. Тем не менее, я расскажу вам своё мнение. Мы провели сегодня хорошую сессию прослушивания с коллегами, друзьями, послушали на разной музыке, послушали свои миксы и, в общем, сделали ряд выводов. Но о выводах чуть позже. Сначала поговорим о самих мониторах. Итак, это увесистые, весом 8,5, кажется, килограмм мониторы, двухполосные, нашего отечественного производителя D-Max Audio из Екатеринбурга. Мониторы стоят за этот комплект 65 тысяч рублей, что, на мой взгляд, безумно гуманно по отношению к нам с вами, дорогие друзья. В комплекте поставки идёт, собственно, пара мониторов, DSP-усилитель с кабелями. Почему DSP-усилитель? Потому что, если вы не знаете, D-Max занимается такой странной штукой, как коррекция импульса динамика. Вы можете более подробно спросить об этом у Андрея Старцева, он с удовольствием на форумах или в личке вам расскажет, как это происходит. Суть в том, что внутри блока усилителя есть некий DSP-модуль, который работает, скажем так, в тандеме с динамиком, установленным в корпусе. И это позволяет добиться очень хороших результатов. 81-й спокойно можно считать старшей моделью по отношению к мониторам Super Cubes Pro, которые мы с вами недавно видели у меня на YouTube-канале, на этом же YouTube-канале. Однако, я бы не сказал, что это одного полиягодки, это всё-таки разные мониторы, но некие особенности, характерные и для тех мониторов, и для этих, у них всё-таки имеются. Итак, давайте поговорим немножко о том, как они звучат. Несмотря на то, что многие считают их старшими братьями маленьких Super Cubes Pro, обзор на который вы уже могли видеть у меня на канале, эти мониторы, конечно, разного поля ягодки с кубиками, тем не менее, у них есть некие схожие особенности. В частности, это очень узкий свитспот. О чём речь? Если мы с вами привыкли, что с большинством студийных систем есть некая, в общем, широкая точка прослушивания, в которой мы можем находиться и болтаться в своём студийном кресле, работая, то с D-Max это вряд ли выйдет. Они работают очень точечно, очень важно, чтобы была, в общем, найдена правильная позиция прослушивания, прослушивание, правильная точка прослушивания, тогда картинка складывается потрясающе. И особенностью этих мониторов я бы выделил очень хороший явный фантомный центр. Это связано с фазовыми характеристиками системы, и, по моим ощущениям, с ними всё хорошо. Но, естественно, технические зануды по ту сторону YouTube могут, наверное, померить всё это и рассказать нам более подробно. Если можете, пишите, давайте обсудим. Я же больше про звучание мониторов. Мониторы обладают очень широким, хорошо раскрывающимся в нижнюю часть спектра низом, но при этом очень читаемой и близкой серединой. Я думаю, что это происходит за счёт высокой частоты раздела кроссовера. Она находится где-то в районе 5 кГц, 5.2, по-моему, точно не помню. Можно уточнить в паспорте системы. Тем не менее, за счёт этого очень важная область средних частот передаётся чисто, без искажений и очень явственно. Что касается передачи высоких частот, на мой вкус, эти мониторы немножко мягковаты. Я привык к более открытому, более воздушному, скажем так, контролю, потому что в основном работаю на Amphion Tu-18, у которых более яркий верх. Но, тем не менее, многие говорят, а как по сравнению с Amphion? Ну, как мы вообще с вами можем сравнивать мониторы, которые стоят 550-560 тысяч за комплект, и мониторы, которые стоят 65 тысяч за комплект? На самом деле, они не так далеко друг от друга находятся. Да, есть, конечно, разница, она довольно ощутимая, и мне привычнее, и мой привычный контроль. Но, тем не менее, среди той массы мониторов, которые нам предлагают в ценовом диапазоне до 100 тысяч рублей, D-Max 81, на мой взгляд, потрясающее решение. Но, почему я говорил о том, что это разные мониторы с кубиками? Дело в том, что кубики — это всё-таки некий специализированный инструмент. Поработав на них вот несколько недель, я с уверенностью понимаю, что это потрясающий инструмент для балансирования, который помогает мне проверять баланс и очень хорошо показывать, что происходит с балансами в миксе. 81-й всё-таки это полноценный студийный контроль. У них есть некоторые ограничения, в частности, если вы хотите устроить дискотеку на этих колонках, то это вряд ли получится. Когда вы начинаете сильно разгонять уровень, ДСП-усилитель начинает упираться, клиповать, трещать, и это производит всякие неприятные эффекты. Я не могу отнести это к минусам системы, это скорее особенность. Это мониторы не для супергромкой работы. То есть, если вам нужно прокачать 10 рэперов, наверное, стоит использовать что-то более простое и массивное. А для точечной студийной работы это очень хороший инструмент. Очень хорошо слышны детали, планы, стерео. Я не люблю эти разговоры про стереополе, ощущение сцены, саксофон с нотками мяты. Это, на мой взгляд, странновато. Тем не менее, система явно очень детальная, полноспектральная. И субъективно у меня сложилось очень интересное ощущение погружения в музыку. Это тоже важно. Поэтому я с удовольствием рекомендую эти мониторы. Прости, Муха. С удовольствием рекомендую эти мониторы вам, мои дорогие коллеги. Это не реклама, а Димакс мне ничего не платит за это. Шутка, я и не прошу. В общем, подводя итоги, я могу сказать, что это классные мониторы, которые на 800% стоят своих денег, которые отлично подойдут, особенно если вы начинаете и ищете себе первую пару мониторов и думаете, господи, что же выбрать? Колонки какие-нибудь, ну, давайте не будем бежать другие бренды, какие-нибудь китайские колонки за, там, типа, 60 тысяч рублей или Димаксы за 65. Я советую вам брать Димаксы, потому что мне кажется, что эта штука станет скоро довольно ликвидной позицией, потому что у них, ну, в общем, хорошая репутация, она становится лучше, и скоро все больше и больше людей будет узнавать об этих мониторах. Поэтому, на мой взгляд, это отличное решение. Если вы продолжающий специалист, у вас уже есть классные мониторы, но вы хотели бы иметь альтернативную линию, но при этом не хотите тратить 800 тысяч, то это тоже отличное решение, потому что они звучат иначе, чем большинство привычных для вас систем, ну, по крайней мере, чем большинство привычных для меня систем, что очень хорошо в студийной ситуации, потому что нам важно иметь разный контроль, чтобы слышать разницу и схожесть звучания наших миксов на разных системах. Поэтому, друзья, я считаю, что мы должны поддерживать нашего прекрасного отечественного производителя, и очень мне приятно, что у нас на рынке появляются такие продукты, я всячески рекомендую. Повторюсь, это был обзор на мониторы D-Max Audio 81. Если вам понравилось, вы можете даже поставить лайк, если не понравилось, можете поставить дизлайк. Ну и, само собой, вы можете добавить комментарий и написать какую-нибудь классную пакость про меня или про колонки. Всем большое спасибо, я очень рад, что могу с вами делиться всякими хорошими штуками. Пока!